Чрезвычайные меры борьбы с глобальной пандемией привели к падению потребительской и деловой активности, разрыву логистических цепочек и снижению экономических показателей. Это непосредственно ударило по международной торговле. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Майерск, контролирующий около 1,5 мирового флота, используемого для перевозки грузов морским путем, предупредил на этой неделе, что международная торговля продолжит падать из-за пандемии и ее последствий. Компания ожидает, что только в этом квартале объемы мировой торговли сократятся минимум на 25%. Глава датской компании Майерск Сорен Скоу заявил в пресс-релизе, что из-за коронавируса сохраняется высокая неопределенность в отрасли. Мы продолжаем оказывать поддержку нашим клиентам по сохранению их цепочек поставок. Однако, поскольку глобальный спрос по-прежнему подвергается значительному негативному влиянию, мы ожидаем, что объемы во втором квартале снизятся по всей отрасли. Возможно, на целых 20-25%, отметил глава Майерск. Еще в прошлом месяце Всемирная торговая организация предупредила, что пандемия может привести к худшему обвалу международных торговых потоков со времен Второй мировой войны. Теперь мы получаем подтверждение этой тенденции от крупнейшего игрока рынка морских грузовых перевозок. По данным ВТО, в 2020 году почти все регионы будут испытывать двузначное сокращение объемов торговли. Сильнее всего пострадает экспорт из Северной Америки и Азии, говорилось в апрельском докладе. Согласно данным, собранным компанией Альфа Лайнер, мировая контейнерная индустрия испытала вынужденный простой около 13% флота по всему миру. В Майерск отмечают, что пандемия коронавируса уже оказала значительное влияние на уровень активности. Сейчас компания ожидает в этом году сокращение мирового рынка контейнерных перевозок по сравнению с предыдущим прогнозом роста где-то между 1 и 3%. Акции Майерск упали на 6,2% в Копенгагене. Рыночная капитализация компании уменьшилась в этом году более чем на 30%, до 18,5 миллиарда долларов. COVID-19 и последующие блокировки на уровне государств привели к серьезному спаду производства и спроса в большинстве регионов мира, отмечают компании. И хотя некоторые страны постепенно начинают снимать ограничения, другие все еще находятся на ранних стадиях антивирусных мер. По оценкам Майерск, глобальная контейнерная торговля упала на 4,7% в первом квартале. А пандемия ударила как по цепочке поставок, так и по спросу. В интервью Bloomberg Television глава компании Soren Skoll сказал, что все еще ожидает чего-то похожего на U-образное восстановление. «Прямо сейчас мы считаем, что находимся на дне и вероятно останемся здесь на некоторое время», заявил Skoll. «Но в третьем, четвертом квартале мы должны начать восстанавливаться». Также хотелось сказать пару слов о мировой торговле товарами. Мировая торговля товарами, как ожидается, сократится темпами, не наблюдавшимися со времен глобального финансового кризиса 2009 года. При этом оценки стали еще более мрачными в последние недели. Торговля товарами в первом квартале, как ожидается, снизилась на 3% по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года и сократится на 26,9% во втором квартале. В годовом исчислении сокращение составит 3,3% и 29% соответственно. Падение похожего масштаба наблюдалось в 2009 году во время мирового финансового кризиса, хотя спад был не таким резким, как в 2020 году. В то время мировая торговля восстановилась также быстро в соответствии с восстановлением мировой экономики. На данный момент форма восстановления все еще не ясна. Это будет зависеть от того, насколько быстро экономики вернутся к положительному росту, и спрос на торгуемые товары снова увеличится. Мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, если не подписались. Поделитесь своим мнением в комментариях. Напишите, на какую бы тему вы хотели бы увидеть следующий выпуск. И обязательно поставьте этому выпуску лайк. Берегите себя и своих близких. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok